О, слава Иисусу Христу, дорогие мои, дорогие друзья! Божье Слово говорит нам о самой великой победе, которая могла только совершиться для нас. Это победа над смертью. Это победа над смертью, над грехом и над смертью. Знаете, Иисус Христос пришел все совершить. Он пришел победить полностью. Поэтому Он единственный ответ, и Он нужен всему человечеству. Он есть путь, Он есть истина, и Он есть жизнь. Поэтому Господь явил славу и силу Своего воскресения для нас. Слава и благодарение Богу. Я хочу сказать еще о силе воскресения сегодня. Но знаете, у Господа есть во всем сила. Кто знает, что Слово Божие имеет силу? Аминь. Так написано, да. Так сказано, что Он послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Слово Божие со властью, оно имеет силу. Силу имеет Иисуса кровь. Мы слышали об этом в четверг. Есть сила в крови. В крови, которая падала и капала из пор тела нашего Господа. Вместе с потом текла кровь. Затем она потекла из его ран. Потекла из-под ран, из-под шипов, которые вонзились в голову. Были Иисуса Христа вбиты палками. Кровь текла. Он был обезображен. Кровь вытекала из-под Его рук, из-под ран, в которые были вбиты гвозди. Из рук, ног, из-под ребер. Кровь Иисуса вытекла. И она имеет величайшую силу омовения от греха. Но Господь не остановился на этом. Господь принял смерть и проявил силу Своей смерти. Что означает Его смерть в том числе, в числе многого, что говорится о смерти Господа? Это говорится о том, что смертью Своей, когда Иисус сказал, совершилось, Он принес победу нашей смерти. Он принес победу над смертью праведников. Поэтому Матфея 26 главе, прежде чем сказать о силе воскресения, я еще хочу сказать о силе смерти. Матфея 27 глава, здесь написано о том, какая сила в смерти Христа. Почему мы верим в распятие? Потому что в Его распятии есть могущественная сила, которая уничтожает грех, которая не только смывает грех кровью, но и уничтожает грех. Не только очищает нас, но и убивает нашу греховную природу силой смерти Господа Иисуса Христа. Смотрите, Матфея 27 глава. Здесь мы прочтем, и это будет очень уместно. От шестого часа была тьма по всей земле до часа девятого. Земля просто испытывала трагедию. Померкло солнце в течение нескольких часов. Итак, Матфея 27 стих 45. Три часа была полная тьма. Когда Иисус умирал, это была трагедия. Солнце не могло светить. Небесное светило, которое Бог дал человечеству, не могло светить. Все повергло землю в печаль и темноту. Именно после этого побежали люди и били себя в грудь. В одном Евангелии написано, то есть они осуждали себя. И тогда Господь возопил громким голосом, Или, Или, лома, совохвани. Или, что означает, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Это был вопль на арамейском языке, на необычном языке, которым говорят иудеи. Не на иудейском языке, не на римском, не на греческом, на арамейском. И Господь, потому что это был личный диалог Иисуса с Отцом. То есть личная молитва Богу Отцу. И поэтому некоторые услышали слово Или, Или, и подумали, что Он зовет Илью. Они говорят, давай посмотрим, придет ли Илия спасти его. Но Господь обращался к Богу на арамейском Или. Это значит, Боже мой. Поэтому даже радио Или называют этим именем. Или. Но здесь написано, некоторые, когда сказали, подожди, посмотрим, подождем. И тотчас побежал один из них губку, наполнил уксусом, наложил на тросе, давал ему пить. Другие говорили, посмотрим, придет ли Илия спасти его. Иисус же опять, возопив громким голосом, предал дух. В других Евангелиях сказано, что Он сказал, совершилось. И сказав это, Он преклонил голову и пасил, совершилось. То есть, это произошло. Это сделано. Друзья, мы должны всегда помнить это слово. Написано, Бог совершил свои дела еще. Написано, до сотворения мира. У Него были совершены уже, в Его плане, в Его проекте. Уже было все сделано, задумано. Его сотворение мира не было спонтанным. У Него было еще прежде создание мира. Создать в планах цветы, деревья, растения, животных, птиц, рыб, человека. И вот здесь Иисус Христос, Он, Дух, провозглашает, что во Вселенной совершилось нечто, ради чего Он пришел все, что необходимо для спасения человека. И когда Он возгласил громким голосом, Он выпустил Свой Дух. Умер. Сила смерти. И вдруг она проявилась. Сила смерти, это значит, Господь покончил Своей смертью. Как только Он умер, наша смерть была побеждена. Кто верит, скажите аминь. Как только Он умер, Он Своей смертью заместил нашу смерть. Заместил, заменил. И поэтому, когда только Иисус Христос выпутил Свой Дух, неожиданно нечто произошло. Завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Надвое. А это имело огромнейшее значение. Люди этого не понимали. Но это значит, вход в Святое Святых открыт. Все, доступ к Богу обеспечен. Завеса, которая была тяжелой, ведь очень много килограмм, она разрывается. Сверху, то есть с неба, прямо до земли. И тогда написано, земля потряслась. Вот сила смерти. Когда сила смерти Иисуса Христа начала действовать, потому что есть сила крови, есть сила слова, есть сила страданий, потому что ранами Его мы исцелились, есть сила в Его страданиях, чтобы мы были исцелены, есть сила в смерти. И когда сила смерти совершилась, тогда здесь произошло то, что земля потряслась. Произошло землетрясение. На самом деле, там, где Голгофа и там, где это место, есть трещины, есть знаки землетрясения. Когда исследовали это место, там знаки трещин и движения пород, землетрясения в Иерусалиме. И написано, камни расселись, то есть раскололись. Рассыпались камни и гробы отверзлись. Вот сила воскресения. Какие же гробы отверзлись? Гробы святых и праведных людей. Гробы тех, которые были праведниками, которые были пророками. Гробы многих святых, усопших. Они написано, открылись, отверзлись. И, выйдя из гробов по воскресению своем, вошли в святой град и явились многим. То есть люди того времени, во время смерти Иисуса Христа, увидели явления умерших, которые, возможно, в свете, во славе, поднимались от земли, и они явились, то есть их увидели. Может быть, они увидели Иеремию. Может быть, они увидели Исаию. Увидели Исаака и Акова, Авраама. Возможно, они увидели Анну. Возможно, увидели, которая молилась, да? Возможно, увидели других, праведного Ноя. Это была сила смерти. И как только наступилась смерть Иисуса, дорогие, пришел приговор смерти праведникам. И поэтому верующие тогда из-под гробов, они вознеслись в небеса. Поэтому, когда придет Господь Иисус Христос, Он придет уже со святыми. Со святыми, которые умерли. Он вместе с ними грядет. И поэтому это величайшая сила Господа нашего Иисуса Христа. Давайте воздадим Богу славу. Давайте воздадим Ему хвалу. Давайте воздадим Ему славу. Дадим Богу славу, друзья. Прославим Бога. Прославим Иисуса Христа. И поэтому здесь написано, сотник, и которые с Ним стерегли Иисуса, в виде землетрясения и бывшее с Ним, то есть в результате силы смерти, устрашились весьма. И сказали, воистину, Он был Сын Божий. Господь действует сейчас. Господь сейчас исцеляет спину, поясницу, дорогие, потому что сила воскресения, она является в церкви. Мы верим в силу воскресения. Мы верим в действующую силу. Не то, чтобы мы верили только в силу, которая существует. Верующие верят, что существует сила Духа Святого. Теологически об этом учат в семинариях, в богословских семинариях, в библейских школах, что существует сила Духа Святого. Существует сила Божья. Но динамис – это сила действующая. Это когда мы начинаем молиться. И тогда, когда мы наполняемся, исполняемся Духом Святым, тогда сила Духа Святого, которая есть третья личность Божества, начинает действовать и становится действующей. Кто из нас хочет иметь действующую силу? Действующую. Кто из нас хочет иметь действующие дары? Кто хочет иметь постоянно действующие дары? Вы знаете, что такое постоянно? Значит, каждый раз, когда человек молится, когда он ищет Бога, Бог может проявиться в дарах Святого Духа, откровением, видением, пророчеством, исцелением, чудотворением и другими дарами. Это действующая сила. Динамис. Именно эта сила воскресила потом Христа. Итак, мы прочитали о силе смерти. Вы знаете, когда смерть Иисуса совершилась? Повторяю, она заместила нашу смерть. Мы получили право на воскресение как праведных. Будет два воскресения впереди. Одно воскресение будет праведных, которые умерли уже после воскресения Христова. Праведники, которые в течение этих двух с лишним тысяч лет, они ходили с Богом. И тогда сила Духа Святого, которая в них, написано, Дух, который живет в вас, который воскресил Христа из мертвых, Он оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в нас. Друзья, Духа Святого важно иметь. Важно иметь. В тех дарах, которые хочет Господь. Кому Он что определил. Но иметь Святого Духа важно. Эта сила поднимет тебя от земли. Поднимет из мертвых, если ты умрешь. Потому что это будет величайшее проявление силы Духа Святого. А затем наступит второе воскресение. Это будет воскресение неправедных. Библия говорит, что блажен, кто имеет участие в воскресении первым. Смерть вторая не имеет одними власти. И когда Господь и при гласе Архангела в трубе Божьей сойдет с неба, мертвые во Христе воскреснут прежде. И тогда мы с ними явимся. Это воскресение первых. А затем, когда Бог совершит свое явление, или глазом Архангела произойдет потрясающая сила Божьего явления, которое пробудит всех. И люди явятся на суд пред Богом. Но сегодня мы счастливы с вами, что мы дети Божьи. Что мы дети Господа Иисуса Христа. Что мы относимся к ученикам Господа. Каждый в своем звании. Каждый, в котором звание призван, в том оставайся. В каком звании, в каком помазании Господь использует, пребывая, храни, действуй в этом. Так вот, мы переходим от силы смерти Христа, которая умертвила нашу смерть. Умертвила греховную плоть. И, естественно, природу Адама. Поэтому апостол Павел говорит, почитайте себя мертвыми для греха. Живыми для Бога во Христе Иисусе. Почитайте себя мертвыми. И поэтому крещение в воде, которую мы принимаем, оно символизирует и осуществляет отождествление нашей силой смерти Господа Иисуса Христа. Когда исполняются слова, которые апостол Павел сказал о человечестве. Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто избавит человека от всего тела смерти, от этого греховного, природного, плотского тела? И далее говорит, благодарю Господом нашим Иисусом Христом, говорит апостол Павел в римлянам. И поэтому эта сила смерти велика. Но вот совершилось нечто еще большее. По прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, этот день мы теперь называем воскресеньем, Мария Магдалина и другая Мария пошли посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение. Повторное землетрясение. Дадим славу Богу. Это сила Динамис. Это сила Божия. Дадим славу Господу. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния. Одежда бела, как снег. Устрашившись, терегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам, что Он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там увидите Его. Вот, Я сказал вам. И вышли поспешно. Из гроба они с радостью и страхом великим побежали возвестить ученикам. Когда они шли возвестить ученикам, и вот Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Аминь. Он сказал, не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы они шли в Галилею, и там они увидят меня. Аллилуйя. О, слава тебе, Господь. Великая победа. Великая кульминация. Вы знаете, сила воскресения. Вот здесь. Динамис. Она отвалила камень. Беспомощные женщины, несколько, шли и думали, кто отвалит нам камень. В одном Евангелии описано, а он был весьма велик. И тот человек, который подарил ему свою гробницу, он, это был новый гроб, недавно высеченный в скале. Из скалы была вот эта дверь в виде камня. И камень, он закатывался в виде желоба, по желобу, простите. Его делали круглым, чтобы можно было толкать его. Но вот ангел с небес отвалил камень и сидел на нем. Это сила динамис. Это сила действующая. Вы знаете, если бы кто-то на земле мог противопоставить Богу свою силу, это никакое сравнение. Если бы кто-то сделал динамит, это разрушительная сила. Она бы разрушила и человека, и гробницу, разрушила цветы, разрушила деревья, разрушила город. Люди способны создавать силу деструктивную, разрушительную. Поэтому динамит и другие, я не буду пересчитывать сейчас, взрывные вещества, которые используют. Не нужно это сейчас. В том числе ядерная реакция. Она может быть разрушительной. Ее тщательно контролируют, чтобы она не разрушила вокруг человечества. Люди в страхе думают о АЭС, то есть электростанциях, находящихся на земле. И они беспокоятся, потому что периодически происходит нечто, что потрясает людей. Но у Бога сила созидательная. Когда Дух Святой сошел, Он не поразил этих воинов. Они как мертвые стали. Господь не наказал их. Это сила созидательная. Когда Бог действует в церкви, это сила созидания. Это сила Духа Святого. Она исцеляет. Если кто-то взорвет динамит, извините, никто не исцелится. Никто от рака не исцелится от взрыва динамита. Согласитесь, просто человек умрет. Если кто-то взорвет другие вещества и так далее. Знаете, много в газетах пишут, не хочу называть это слух. Как и из чего делают взрывные вещества. Все это, это человеческая сила. Это физическая, химическая реакция. Происходит в результате смешивания определенных веществ, которые вместе не могут сотрудничать. И происходит реакция. Это не сила. Это на самом деле грустная, печальная, разрушительная человеческая сила. Но сила динамис, она перерождает человека. И человек из преступника становится праведником. Из разбойника становится святым на кресте. Из Марии Магдалины, у которой было семь бесов, становится праведной святой женщиной, которая первая увидела Иисуса. Дадим Ему славу. Это сила воскресения. Это сила воскресения, друзья. Это сила Духа Святого. Вот эта сила, она коснулась. Эта сила совершает чудеса в церкви, в деянии апостолов. Это сила воскресшего Христа, о чем возвещали они. Они говорили, вы убили того, кого Бог послал. Вы от святого, от праведного отреклись. Вы просили дать вам человека, убийцу. Но Бог прославил Сына Иисуса, которого вы распяли. Бог воскресил его из мертвых. И именем Его, вот этот человек хромой, он поставлен перед вами здрав. Это сила воскресения, она в тебе. Это сила Божьей любви. Воскресение – это Божья любовь. Это когда ты любишь, и когда ты идешь к тем, которые унывают и плачут. Как шли ангелы, как Иисус явился женщинам. Это сила любви. Это Бог дал нам дух силы, дух любви и дух целомудря. Это дух святой, который в тебе, который побуждает тебя жить праведно и свято. Который подсказывает тебе, что это неправильно, это нечисто, и это мне не принадлежит. Это дух целомудря. Дух святой, он созидает в нас Божью чистоту. Скажите, аминь. Дух святой, дух целомудря, чистой мысли. Дух святой – это дух силы, проявления чудес. Аллилуйя. Вы знаете, у Божьего Духа есть разные действия. И у Духа Святого есть такое слово, как параклетос. Опять же, греки, на греческом Евангелии написано, параклетос – это значит ходатай, заступник, тот, который скажет правду о тебе, который истину говорит. И это употребляется в Евангелии. Параклетос – то есть сила Духа Святого или Дух Святой – как ходатай. Об этом сказано в Рильминам 8, 28 и 26. 26, что сам Дух ходатайствует. Поэтому у Духа Святого есть назначение параклетос, то есть быть твоим адвокатом. Он ходатайствует за тебя. И когда ты молишься на иных языках, то Дух Святой начинает ходатайствовать. Это действие параклетос. То есть ходатая, адвоката, заступника, утешителя. Вот это слово относится, вот когда Бог говорит, я пошлю утешителя, то есть тот, кто утешит в Русской Библии, а в значении оригинальном, значит, заступится за тебя, успокоит, поможет, будет за тебя ходатайствовать, как адвокат. Дух Святой ходатайствует. Он молится через тебя. Поэтому крещение Духом Святым дается каждому, кто верит. И тогда Дух Святой вступает в такое особое права – начать ходатайствовать. Он молится. Он, возможно, что-то тебя открывает. Он ведет тебя. Это параклетос. И Он утешает тебя. Но Дух Святой также хочет проявиться, как сила, как динамис. Поэтому Он говорит, верующие возложат руки на больных. Что тогда происходит? Тогда действие воскресения, сила Духа Святого начинает реализоваться через тебя твои руки. Представьте, члены ваши, руки ваши, Богу как в орудия святые, на дела святые. И тогда, когда ты веришь, что происходит, тогда начинает действовать сила динамис. Поэтому в Ефесянам 1 главе сказано так, в 20 стихе, что верующим под действием державной силы. Павел молился, чтобы Бог открыл нам, какое величие, могущество Его в нас, в ком? В верующих в действия державной силы. Я хочу остановиться на этом. Вера! Вера, что Бог воскресил Христа из мертвых, что Он наш Господь, мы исповедуем, она спасает нас. Написано, кто будет исповедовать Иисуса Господом и сердцем верить, что Бог воскресил Его из мертвых, спасется. Аллилуйя! Спасется! Потому что вера в силу воскресения. И поэтому здесь, в Ефесянам, друзья, нам слово от Господа. Господь вчера ясно проговорил Его в мое сердце, в Ефесянам 1 глава. Здесь написано конкретно, как безмерно величие могущества. Безмерно величие могущества Его в нас, верующих в действия силы динамис. То есть, державная сила – это сила динамис. Поэтому в тех церквях и те верующие, которые верят в силу Божию, верят в силу Духа Святого, как динамис. То есть, Бог может исцелить от рака, Бог может исцелить желудок, Бог может исцелить суставы и так далее. Верующих в действия державной силы Божьей ожидают чудеса и знамения. Поэтому апостолы наполнились Духом Святым, и когда на них сошел Дух Святой День Пятидесятницы, это была динамис. И это был параклетос. Они начали говорить на иных языках. Параклетос, то есть, это сила ходатайства, это сила истины, это сила заступника. И они начали говорить. Поэтому, когда ты крещишься Духом Святым, Бог дает тебе силу ходатайства, и тебе живет Дух Святой, как по-гречески ходатай, то есть параклетос. И когда это действует тебе, тогда ты начинаешь горячо молиться, я повторяю. Ты начинаешь петь Богу на языках. Ты начинаешь петь также псалмы, исполнившись Духом Святым. Назидайте себя псалмами и песнопениями духовными, то есть петь Духи. И когда Дух так наполняет тебя, и ты говоришь в своем сердце, я не знаю даже какие слова, мне просто хочется петь Аллилуйя, Слава Богу, или Дух что-то поет. Это действие параклетос, то есть это действие ходатайствующего Духа. Но затем Бог наполняет тебя, и верующие решаются молиться, мужчины или женщины. Они вдруг возлагают руки и начинают призывать силу Божию, и тогда действует динамис. Энергия, сила свыше. Это не сила человеческих возможностей, энтелехия. Это сила божественных возможностей. Поэтому прошлое воскресенье, одна женщина, она забыла свой слуховой аппарат. Вернее, ей прислали батарейку, Эмма, но батарейка не работала. И она отложила его в сторону. И верующие там, на этой группе, они сказали, ты можешь исцелиться через причастие. Она приняла причастие. Они возложили на нее руки, помазали маслом, и она стала лучше слышать. То есть они ее проверяли, сегодня позвонили. Она стала лучше слышать. И она могла с ними говорить также без слухового аппарата по телефону. Слава Богу. Может быть, это не стопроцентно, но они сказали сегодня, что она стала лучше слышать. Поэтому сила, когда верующие возложили руки, там, брат Игорь, брат Сережа, там, Анатолий Афонин. Они молились, потому что женщина не могла слышать проповедь. У нее не работала батарейка. И тогда они придали ей причастие, сказали, ты можешь исцелиться через причастие. Положили руки, помолились, и ей стало лучше. Мы даем Богу славу. Али, мы благодарим Господа. Сестра Вайке позвонила и сказала, что Бог исцелил ее колено в прошлый раз. Слава Господу Иисусу Христу. Женщина Лена из города Кунда, а живет в деревне Винки, если я правильно записал. Она была исцелена, щитовидная железа. Позвонили вчера. Елена из поселка Кунда, там, где в церковь она ходила. Она была исцелена, и мы даем Богу славу. Если вы с нами, мы благоставляем вас, сестра. Мы благоставляем всех вас. И мы хотим, чтобы Бог благословил вас силой воскресшего Господа. Есть сила воскресения. Дадим Ему хвалу. Есть сила в имени Иисуса Христа. Это сила Христа, который воскрес. Поэтому используйте имя Иисуса и обязательно используйте веру. Поэтому в следующее собрание, если угодно, Богу, мы будем говорить о вере, потому что через веру мы становимся причастниками силы воскресения. И поэтому мы, находясь и служа Богу, мы искренне верили, что Христос воскрес. И, ходя в церковь в юности, хорошую церковь, Иоаннский Христиан Баптистов, мы вдруг стали слышать, что есть сила Духа Святого. Есть сила Божия. И мы начали верить. Манефа Филипповна, я и некоторые другие, мы стали верить, что у Бога есть сила. Есть сила Духа Святого, которую Он обещал. Так вот, это сила. Это сила воскресения. Поэтому сегодня я хочу проносгласить силу смерти Христовой, которая потрясла нашу смерть, потрясла наши грехи и болезни. Но также мы проповедуем силу воскресшего Господа. О, как я хочу жить жизнью в воскресенье. Как я хочу ходить в воскресенье. Как я хочу быть живым. Когда мы живые, мы тогда улыбаемся. Мы тогда радуемся. Апостол Павел говорит, нас огорчают. А мы всегда радуемся. Вот эта сила воскресения, она не переставала в них. Они радовались, когда их побили, избили, наказали власти Иерусалима. За то, что они проповедовали. Они шли, радовались и славили Бога, потому что жизнь и сила воскресшего Господа была в них. Это чудесная сила. Это могущественная сила Духа Святого, которую нам нужно принимать каждый день, наполняться и служить Ею. Об этой силе Павел говорит о себе вот так. Смотрите, какая сила была у Павла. Колоссянам 1 глава. Он говорит о себе так. Для чего я и тружусь. Колоссянам 1, 29. И подвязаюсь, то есть участвую, включаю себя в эту работу силой Его, действующей во мне, могущественно. Вот образец для нас. Силой Его, действующей во мне, могущественно. Кто хотел бы, чтобы Бог действовал в нас могущественно? Могущественно. О, я бы очень хотел. Я верю, что еще так много, что можно получить от Бога. Павел об этом говорит еще раз. Он говорит, что мы научаем людей премудрости, чтобы представить людей совершенными во Христе. И мы проповедуем богатство славы во Христе. И потом, 29 стих, для этого я и тружусь и подвязаюсь силой, действующей во мне, могущественно. Отец Небесный, я молюсь сейчас, чтобы сила воскресения Христова, чтобы сила и мощь Господа нашего Иисуса Христа, она через веру обитала в нас. О, Господь! О, дорогой Отец Небесный! Это сила Святого Духа. Когда молодой брат, крещенный Духом Святым, пришел посетить старца, пожилого старца здесь в Нарве, который когда-то служил очень много, и Бог действовал через него. И это был очень пожилой человек, который жил на хуторе. И этот молодой брат, будучи крещенным Духом Святым, он пошел туда, чтобы узнать, как действует Дух Святой. Он только что пережил крещение Духом Святым. И он пришел и рассказывал, и спрашивал, расскажите, как вы изгоняли бесов, расскажите то или другое. И тогда он что-то рассказывал, и у него там звучали псалмы на магнитофоне. И тогда они склонились вместе с этим молодым братом помолиться. И когда они стали молиться, этот брат, будучи недавно крещен Духом Святым, это была весна 1987 года, он чувствовал силу. Да, мы тогда не знали, что это сила Динамис, но мы знали, что это сила Духа Святого. И этот брат почувствовал силу, великую силу, которая наполнила его, и он удивился. И у него было побуждение дотронуться до этого пожилого старого человека. И он думал, как я могу это сделать? Как это может быть? Он пожилой, он служитель, но все-таки этот брат решился. И когда он дотронулся рукой в этот момент, в который был огонь, дотронулся до пожилого брата, тот вдруг вскрикнул в огромной силе. Он закричал и замолился на иных языках. Это была сила Духа Святого. И он повернулся к брату и сказал, брат, Бог дал тебе силу Духа Святого. Храни это, береги это, он сказал. И тогда этот брат пошел, он пошел по полю, он пошел из этого хутора домой и молился Духом. И это был что-то такой знак, что сила Божия великая. Я хочу сказать, нам нужна эта сила. Я прошу, чтобы вы молились там, чтобы вы молились там, где вы есть. И здесь группа прославления, которая здесь, чтобы мы сказали, Господь, я прямо сейчас хочу иметь от Тебя силу воскресения. Я хочу пригласить прославителей прямо сейчас на сцену. Я хочу закончить эту проповедь и благословить вас этим серьезным словом, которое дал нам Господь в обещании. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Субтитры сделал Dух Святой. Субтитры сделал Dух Святой.